всем привет всем доброе утро вот так выглядит мой хлебушек после холодильника сейчас поставлю разогревать духовку пока буду кормить собачек духовка разогреется буду выпекать лилии ставлю сразу в холодную духовку а вот в этой форме собачки ждут когда я буду кормить а в этой форме поставлю потом попозже духовка разогреется до 230 градусов а этот смотрите какой хороший тут хоть чтоб не сгладить приготовила свеклу но пока духовка будет работать будем убивать двух зайтов чтоб не было так сильно дорого запеку свеклу в духовке и затем хочу салат сделать из свеклы а магазинная вареная мне не нравится она какая-то вся водянистая поэтому я обычно покупаю сырую свежую и потом или отвариваю или запекаю вот так выглядит мой хлебушек прошло полчаса полчаса прошло я сняла на лили крышку но вы не смотрите что один хлеб такой высокий а второй не очень просто тесто было неровно разделено ночью на весы тесто я не ложу я так провизоришь делю пополам и формирую хлебушек свеклу положила в общем убиваем сегодня сразу два зайца одновременно и хлеб выпекаем и свеклу запекаем девочки вот так выглядит мой хлебушек немножко он у меня сегодня румяный но ничего страшного сейчас буду вытаскивать из форм как остынет разрежем в общем не надо делать два дела одновременно это я пока гладила у меня время вышло а я была в келлере не слышала когда у меня духовка запекала и он у меня простоял буквально не знаю может быть три-четыре минуты дольше и вот так хорошо подрумянился поэтому занимаешься одним делом занимать нечего ходить еще что-то там наглаживать но я уж так не могу мне надо сразу это это делать вытащила из формы такой замечательный хлебушек у меня получился очень конечно еще горячий сейчас как остынет потом разрежем остывать ему нужно на решеточке пока выпекался мой хлеб я распечатала почтовые этикетки в рабочей комнате сейчас буду запаковывать свои работы свои заказы сейчас я вам их покажу но не думайте что это я сделала сегодня с утра или за один день я начала делать еще в субботу все эти заказы делала в субботу воскресенье в субботу я мало немножко только заготовок сделала но все равно я начала делать и в субботу суббота воскресенье понедельник и вот вчера вечером я их доделала показала заказчицы вроде заказчицу но не вроде заказчица все устроила заказчиков все устроила показываю даже не знаю открывать пленочку открывать важно открою смотрите плохо видно вот так вот хорошо вроде бы это для внука еще один заказ в общем одна заказчица у меня заказала две рамочки и сейчас не знаю точно то ли для дочки то ли для снахи в общем я не помню переписка была большая длина не помню очень на 50 лет и девочка кондитер поэтому просили что не такое или тортик или маффин но тортика у меня вышивки не было поэтому а маффин у меня был поэтому вот я сделала с маффин а еще одна мне работа такая очень симпатичная давно я не делала в таком цвете прям очень давно хотя мне очень нравится вот именно такое вот поярче а то в основном все заказывают бледно-розовый бледно-голубой и сегодня у меня еще есть рушник я тоже уже все приготовила все погладила кстати вот пока я гладила рушник у меня хлебушек мой хорошо так подрумянился и вот такой у меня рушник здесь именно влюбленных жениха и невесты ну а здесь дата и свадьба в общем что я делаю сейчас я все это запаковываю и отвожу на почту не поеду поеду на заправку потому что на почте у нас сильно рано все забирают поэтому там уже забрали почту а я хочу чтобы это еще все сегодня ушло поэтому я сейчас запаковываю и отвожу на заправку что у меня еще в планах вы заметили я вам говорила что в субботу мы здесь еще кое-какую мебель выбросили из именно из этой рабочей комнаты и я здесь переставила очень я стал перенесла на эту сторону кто меня давно смотрит тот знает как у меня было у меня стол был на этой стороне а та сторона у меня ну темная и мне постоянно нужно было включать свет хотя свет мне по-любому нужно включать но там еще постоянно когда я что-то делал в обход свете горе у меня постоянно тень падала на мою работу я вам не нужно чтобы мне нужно правда хорошо видеть А еще нехорошо шли, еще очки постоянно Мне сейчас этот вариант Когда стол на этой стороне Мне нравится больше Мне пришлось машинку убрать от окна И поставить ее вот сюда Потому что все вместе сюда не помещалось Хотя помещалось Но не очень хорошо смотрелось И я решила ее перенести на эту сторону Не знаю, как мне еще все это досконально понравится Или не понравится В общем, в работе Вот эти дни работала Суббота, воскресенье, понедельник Вроде бы ничего Но если меня что-то не устроит, естественно, я тут все перестрою Переставлю Так, чем я еще сегодня буду заниматься Мне нужно закупаться Хлеб у меня есть Я уже давно не закупалась Знаете, вот правда, если у тебя дома есть хлеб То тебе магазины практически не нужны Потому что все практически есть в холодильнике У меня закончилась, в принципе, только колбаса И фрукты А я без фруктов не могу Мне нужно что-нибудь или яблоки, или мандарины Мне, кстати, посоветовали один сорт Яблок Топаз, по-моему, называется И сказали, что есть он в Эдаке И в Реве Я заеду в Реве Ну, сейчас посмотрю Ну, по времени у меня вроде бы все нормально сегодня получается Заеду в Реве Посмотрю Эдаку я не люблю Не то, что я не люблю Эдаку магазин Эдако у нас магазин шикарный Он у нас... Они его достраивали Полностью весь отреновировали И у нас Эдако прям вообще такой образцово-показательный магазин Там всегда все чистенько, аккуратненько Все так идеально Преидеально Но мне там не нравятся парковки Именно в нашей деревне У нас они такие узкие И их там мало И постоянно... Хотя народу у нас там много Немцы очень любят Эдаку Наверное, больше, чем Ауди или Лидл Но мне... Мне неудобно там парковаться Постоянно нужно искать место Ну, в общем, если у меня есть возможность Где-то в другом магазине посмотреть что-то Купить в Реве У нас там огромный парк-плац Огромные парковки Там можно хоть где припарковаться Без всяких проблем И поэтому я как-то обычно Если вдруг мне что-то такое особенное нужно То я еду в Реве Ну, если этого нет в Лидле, например Так, ну все Вроде бы так рассказала свои планы Закупочку вам покажу Как всегда на улице у нас сегодня Ну, пасмурно Между прочим, прям холодно Три градуса всего Я же с собачками уже была на улице И прям реально прям холодно Кстати, у меня сегодня какое-то состояние Знаете, меня так немножко... Я нормально себя чувствую Я не чувствую себя больной Или там заболевшим Когда начинаешь заболевать Нет, я не чувствую у себя такое состояние Мне как бы все нормально Но... Меня как-то морозит временами Знаете, такое, как холодок по телу идет Не знаю, что это за состояние Обычно у меня такого нет А вот сегодня какое-то такое Ну, не холодно Я даже без носок Мне даже, ну, скажем так, жарко А... Ну, как-то морозит Странное состояние Не знаю А, знаете, что еще хотела вас спросить? Еще хотела спросить Знает ли кто-нибудь рецепт кваса? Хочу сделать домашний квас Ну, я в ютубе уже посмотрела Там кое-какие рецепты Но еще не определилась Может быть, кто-нибудь из вас знает Какой-нибудь хороший рецепт кваса? Такое, знаете, чтобы был такой Как вот у нас раньше Мы пили из бочки Вот сколько? По три копейки стаканчик Хочу сделать квас У меня же все есть У меня есть и сухарики Из жирного хлеба В принципе, у меня есть и закваска Если кто знает хороший рецепт Ну Или кто знает, где посмотреть Дайте мне знать Хочу сделать квас Мне не нравится квас Из русского магазина Причем никакой Я разные сорта пробовала Правда, мне там квас не нравится Он какой-то непонятный На наш квас из бочек Он совершенно не похож Так Ладно, я буду работать Не буду Сильно шуметь в камеру Когда поеду закупаться Когда поедем закупаться Ну, встретимся с вами еще раз Пока я там работала Хлебушек остыл Ну, какой хрустящий Этот тоже Разрезать буду Ну, конечно Вот эту вот булочку Которая побольше Готовы? Сейчас сама посмотрю Все Довольно Хороший хлебушек Это городская булка Выпекаю я ее На 405 муке Ну, на обыкновенной Пшеничной муке Муке Кто-то мне написал В комментариях Что А, это не этот хлеб был Да, правда Почему я выпекаю На 405 муке? Если в рецепте Если в рецепте стоит 505 Какая разница Я на любой муке Пробую выпекать Если получается То чем ниже мука По качеству Тем полезнее хлебушек Все Теперь закупаться На почту Но не на почту Отправить посылки И закупаться Забыла вам показать Я же из остатков Хлеба Который у меня Остается всегда Он еще хороший Мягкий Его еще можно Конечно Употреблять в пищу Но когда есть свежий Уже тот Который хлебушек Полежал два дня Уже его есть Никто не хочет Я всегда с него Пеку сухарики Между прочим Пауль в этот раз Так распробовал сухарики Помните Сколько у меня было Вот в этой банке И сколько осталось Мы один раз ели С ними гороховый суп А потом Пауль ел Все с молоком Знаете Прям молоко макал И ел Ему так понравились Кстати дети Очень любят Мой хлебушек Прям очень Они у меня Очень хорошо остыли Я их сейчас Всем Отправлю Опять в баночку И я сама тоже Люблю сухарики Но если честно сказать У нас сухарики Любят все Буду ждать ваш рецепт Девочки Если кто знает Как делать квас Буду ждать Рецепт Если что Пишите мне В комментариях И будем делать Квас По вашему рецепту Посмотрите Как у нас сегодня Шикарно светит Солнышко Ветер И ветер такой Холодный Утром ветра не было Когда я собачками гуляла Но и солнца не было А сейчас Температура Также 3 градуса Скажем так Прохладно Солнечно Но ветрено Ну посмотрите Какое солнце Прям замечательно Все поехали Сделаем Сейчас вместе Закупочки Так И отправим посылки В Лидоле Прям сегодня Очень много чего Интересного Смотрите Кто хлебушек печет Такие вот Казанки Очень тяжело Очень Как раз для хлеба Я думаю Что наверное Хорошо Стоит 29,99 Есть еще Смотрите Красного цвета Зеленый Красный Не знаю Может еще какой-нибудь цвет есть Но вроде бы не видно Закупилась девочка На 80-й раз Копейками Что купила Яйца У меня закончились Ну у меня много В принципе Чего Позаканчивалось Вот такой Бекон Цукини Морковь Кукурузу Кукурузу Паприку Мое молоко Я обыкновенное молоко Забыла купить Ну ладно Сейчас еще Ведаку заеду Если не забуду Нужно будет Ведаку купить Вареные яйца Я не забыла Я не забыла Купить Томатную пасту Какая у нас Неделя В Лиду Я прям Закупилась Немножко Как в русском магазине Такой вот Творог ОРО49 Он между прочим Стоил В общем Там было Пять упаковок Все пять упаковок Я забрала И я заморожу Так Вот такая вот Колбаска По приложению Она была на 30% Меньше Но дешевле Так она стоит ОРО29 Но считайте Что на 90 На сколько Не На 36 Вот я Немножко Затупила В общем Где-то 90 центов Она наверное Получилась Нутеллу купила Давно уже Не покупала Вот такая вот Сметанка Это Сабрини А то она постоянно Возмущается Что масло Масло у нас Замерзшее Застывшее После холодильника Я не люблю Когда масло Долго стоит Без холодильника Я его убираю В холодильник Помидорки Вот такие По 99 центов Творог Творог Колбаска Володя Девочки Смотрите Что я купила В лиду Такие маленькие Шампиньончики Угадайте Что будем делать Угадывайте Пишите в комментариях Я взяла Такие рубленые Еще помидорки Была всего Одна упаковочка Таких Творожков Глазированные Это в морозилку Положу Иногда такое бывает Что Ну Надо что-то Побыстрому Приготовить Но это у меня Обычно Такое Среди недели Когда работы Много Когда работы Не много Тогда я могу Что-нибудь готовить Такие огурчики Взяла Собачкам Кстати Меня просили Показать Какой корм У нас едят Собаки Кошки Я теперь точно Не помню Вискос У нас Коты Не едят Я тогда Покупала Со скидкой В лидере Была Большая Упаковка За 10 Ойро Сухой корм Вискос Нам пришлось Его мешать Со всем Чем только Можно Было Чтобы они Его просто Напросто Съели Собачки Сейчас едят У меня Вот такой Корм Кошки Любят Желейный Корм Володя Котов Кормит Утром У них Тоже Мокрый Корм Вечером У них Сухой Так Картошка Девочки Картошка Порвалась На кассе Даже Эти сетки Для картошки Для лука Стали делать Какие-то Я не знаю Экономят На всем Что ли Все рвется Пакеты Все рвутся Кстати Кто-нибудь Заметил Что Средство Для мытья Посуды Стало Совсем Не то Оно Совсем Как-то Не пенится И я Заметила Что у меня От этого Средства Я обычно Покупаю Или прозрачное Или Или вот Такой Бальзам Молочного Цвета Видите Это Вообще Сало Вера Никогда У меня Не тянули Руки А теперь У меня Прямо Руки Тянут После того Как я Посуду Мою Все равно Моешь Руками Так Кто мне Сказал Таня Русская Неделя Иди За Пельминями Полтора Килограмма Ойра 66 Ну Володя У меня Любит Мандаринки И такой Вот сок Все Это все Что я купила Сегодня 8 Я приехала В Реве Посмотреть Яблоки Которые Вы мне Советовали Которые Похожи Прямо На наши Казахстанские Яблочки Джамбульские Скорее всего Девочки Моя Слабость Не Ну Посмотрите Какая Красота Я Аж Прямо Уже Не могу Сколько Такие Стоят Ой Ну А что Цены А нет Наверное Наверное Не знаю Сколько Но Хочу Прямо Можно Очень Хочу Что-нибудь Так Вот Такие Что Хочу Конечно И цену Увидеть Но Цены Не Вижу Ладно Возьму Крокусы У меня Есть Крокусы Брать Не Буду Вот Эти Цветочки Я Не знаю Они У меня Какие Одноразовые Смотрите Кто Оставил Свой Окурок Так Это Нарцисса Крокусы Гвоздички Что Цены Нет Не Люблю Так Покупать Когда Цены Нет Так Вот Эти Маленькие Крокусы Смотрите По 5 Оир Но Это Видите В Таких Подарочных Горшочках Ну Ладно Пойдемте Не знаю Брать Или Не Брать Я Не Знаю Девочки Они Как Морозоустойчивы Если На Улице Поставили Наверное Они Уже Не Помрут Если Будут Стоять На Улице Надо Погублить Что То Я Девочки Все Яблоки Прошла Нигде Не Увидела Яблоки Которые Называются Табаска Пинклед Я Сейчас Не Хочу Не Знаю Пинклед Все Это Тоже Нельзя Уже По второму Кругу Прошла А Яблочки Не Нашла Какие Ну Ладно Все Рано Хоть Какие Нить Возьму А то Я В Лидоле Не Купила Галла Я Не Люблю Несильно Сладки Я Люблю Даже Не Знаю Какие Яблочки Делать Я Взяла Вот Эти Яблоки Такие Крупные Попробую Взяла Три Яблока Напробую Посмотрим Как Они Будут На Вкус Я Люблю Кисло Сладкие Девочки Кто Не Знает Вот Так Выглядит Куркума Знаете Такую Приправку Куркума 100 Грамм Стоит 99 Центов Я Обещала Показать Вот Эти Вот Био Роган Я Перемалываю И Потом Добавляю В хлеб Когда Пеку Стоят Они По-моему Уэра 99 Делать В общем Магазине Я вам Показала Что Я Вот Эти Яблочки Купила На Пробу Как То Я Очень Очень Искала Вот Эти Вот Это Крыжовник Очень Долго Искала Не Могла Найти А Сейчас Случайно Увидела Смотрю Стоят А Я Тогда Ездила По Всем Магазинам И Ведоку Зайжала И Время Искала Сейчас Древе Нашла Люблю Очень Вот Такую Баклажанную Икру Именно От Этой Фирмы И Аджика Она Остренькая Остренькая Это Я вам Тоже Показала В Магазине Ну И Все И Молоко Не Забыла Взять Обыкновенного Молока За Все Заплатила 14 С Копейками Почти 15 Но Вот Сегодняшняя Моя Закупка Обошлась Мне Почти В 100 Ора Все На этом Я буду С вами Прощаться Всем Пока Пока И До Завтра Мои Хорошие